Солнце С друзьями мы нигде не пропадем И с радостью мы приключений ждем Бед не боимся, вперед мы идем Е-е-е-е Е-е-е Е-е-е Так ночью звезд параллот, Посветит ярко его слон, Так наша дружба входит в цвета, И воплотится мечта. Так ночью звезд параллот, Посветит ярко его слон, Так наша дружба входит в цвета, И воплотится мечта. Мишки и братишки снова вместе. Маленький фанат Маленький Марни летит высоко в небесах, Он не боится ни... НИЧЕГО, НИКОГО! Уф! Преодолевает все препятствия, Его ничто не остановит. Он бесстрашно покоряет горную вершину. А теперь, Гвоздь программы! Эу-э-э-э-э-э-э! Это немного высоковато, но Рока и Стэйси покажут, как надо. Звезды мерцают в вышине. Порхаем рядом. Ты и я. Расправлю крылья и к мечте... Рока, Стэйси, когда-нибудь я полечу так же высоко, как и вы. Шоу, Рока и Стэйси. Рока и Стэйси. Фотоаппарат. Мой фотоаппарат. Рока, Стэйси, подождите меня. Где? Где шоу? Шоу в Медвежьей пещере? Ты знаешь, где находится Медвежья пещера? Да, это рядом с домом Бриара и Брэмбла, с другой стороны горы. Это всего в одном дне пути отсюда. Горы? Да! С другой стороны горы. А, 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 горы... А, стоп. Я пойду в обход горы. В путь прямо сейчас. Жаль, что я недостаточно храбр, чтобы летать вот так. Я знаю, что могу. Сфокусируйся. Сегодня переночую в пещере. Слишком страшно. Бриар, пойду соберу фруктов и запасу их предстоящему шоу. Эй, шоу только через пять дней. Еще три дня, и я буду сияющей звездой этого шоу. Вы великолепны. Эй, как ты упал в воду. Давай я помогу тебе. Спасибо. Подожди, нет, туда. Мне нужно туда. Не туда? Нет, нет, опять не туда. Да, сюда мне нужно. Постарайся вновь не заблудиться. Шоу уже через два дня. До встречи. Пока. Еще раз спасибо. Эй, сюда. Идите сюда, пожалуйста. Завтра я увижу Рокко и Стейси. Эй, все сюда. Только взгляните на этого птенчика. Ух ты, действительно птенчик. Какой милый. Да не толкайся ты. Я сказал, не толкайся. Слушай, ты мне на ногу наступил. Дорогие друзья, добро пожаловать на шоу Рокко и Стейси в Медвежьей пещере. Ура! Прекрасно. Отлично. Рокко и Стейси. Прекрасно. Кажется, здесь я уже был. Странно, почему я снова сюда попал. Великолепно. А что, если шоу не началось? Нет, нельзя сдаваться. Отлично. Великолепно. Великолепно. Я слышу голоса. Рокко, Стейси. Рокко, Стейси. Рокко, Стейси. Рокко, Стейси. Рокко и Стейси. Дорогие друзья, как летит время. Мы повторим наше шоу, если вам понравилось. На сегодня выступление окончено. Рокко, Стейси. Давайте еще раз. Я вручу цветок Рокко и Стейси на этот раз точно. Вот это да. Вау. Спасибо, что пришли на наш шоу. Эй. Не бойся. Я Бриар. А я маленький Марни. Привет, маленький Марни. Нам пора. До новых встреч. Пока. Подождите. Где мой цветок? Это одно из хвостовых перьев Стейси. Шоу уже не то, что было раньше. Потому что вы лучший король, корольчики. Эй, перышко, подожди меня. Странно. Почему он не полетел за ним? Пойдем посмотрим. Может, он ранен? Для такого малыша он быстро бегает. Что бы это значило? Брамбл. Иду. Эй, маленький Марни, впереди скала. Стейси. Перо Стейси. Но здесь высоко. Слишком высоко. Маленький Марни, почему ты просто не полетишь за пером? Нет, 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 нет. Очень высоко. Я боюсь. Птица, которая боится летать. Тогда не летай за ним. Мы попросим Рокко и Стейси дать тебе еще одно перо. Но это перо так много значит для меня. Когда оно упало мне в руки, я почувствовал больше храбрости, чем когда-либо. Я могу стать как Рокко и Стейси, отважно летать, порхая над водой, пролетая над полями подсолнечников. Тогда я помогу тебе вернуть его. Смотрите, ребята. Перо! Я слишком толстый. О нем можно забыть. Но нет, я должен вернуть перо. Рокко, Стейси, дайте мне силы. Перо! Перо! О, что там происходит? Рокко, Стейси! О, так вот что произошло. Прости, что не смог помочь. Глупыш, это просто перо. У нас их очень много, не плачь. Конечно, а два, разумеется, лучшие. Я дам тебе еще одно. Твоя перо, твое перо, перерока. Я буду вечно хранить их. Как вышло, что птица боится высоты. Ты упускаешь самые лучшие виды, если не можешь подняться в небо. Давай, все хорошо. Не забывай дышать. Ого, вот это да. Да, медленно. Ты отлично держишься. Вот так. Не бойся, мы с Рокко рядом. Маленький Марни, смотри. Смотри, прямо впереди. Видишь? Ты должен быть храбрым. Ты должен встретиться лицом к лицу со страхом высоты и победить его. Хорошо. Покажем маленькому Марни еще более красивые места. Держись крепче. Высоко, высоко. Мне страшно. Вид отсюда просто дух захватывает. Маленький Марни, уверен, что не хочешь взглянуть? Ты многое теряешь. Это потрясающе. Ого. Маленький Марни, чувствуешь ветер и свободу? Ветер. Свобода. Марни, не раскрывай крылья. Маленький Марни. Молодец. Маленький Марни. Я хочу научиться свободно летать, чтобы видеть горы и леса. Я смогу. Бриар, как думаешь, почему они еще не вернулись? Эй, они здесь. Рокко, Стэйси, как дела? Где маленький Марни? Эй, скажите что-нибудь. Где маленький Марни? Маленький Марни, он... Он... Та-дам! Ю-ху! Привет, Бриар. Привет, Брэмбл. Маленький Марни. Марни? Хе-хе-хе. Я как профессиональный фотограф. Группа сюда. Идем дальше. Хе-хе-хе. Вы двое потрясающие. Я становлюсь вашим большим фанатом. Хе-хе. Спасибо за фото, Мишки-воротишки. За это нужно благодарить Вика. А-цху! А-цху! Эх, наверное, кто-то думает обо мне. Этот ласковый бриз, солнце-лучь золотой, Я без них теперь не представляю жизнь. Где бы я ни гулял, они будут со мной. Лес, века, моря и горы – это мой дом. День со днем и год за годом, В дождь, в газу и непогоду, Нашу дружбу мы храним. Жизнь – большое приключенье, Много разных увлечений ждет, Так скорее вперед. Этот ласковый бриз, солнце-лучь золотой, Я без них теперь не представляю жизнь. Где бы я ни гулял, они будут со мной. Лес, века, моря и горы – это мой дом. Лес, века, моря и горы – это мой дом.